Императрица Екатерина II во времена своего правления во многом либерализовала уголовное законодательство, заменив телесное наказание отрубание головы, рук, ушей, языка, посадка на кол, четвертование, клеймение и т.д. тюремным заключением и каторгой. Каторга как наказание появилась еще при Петре I, но тогда она касалась в основном служивых людей, самовольно оставивших боевые позиции или проявивших трусость в бою. Провинившихся каторжан использовали в качестве бесплатной рабочей силы при масштабных строительствах, а также на флоте в качестве гребцов на галерах. Также из них формировали своеобразные штрафбаты, призванные нанести урон неприятелю зачастую ценой собственной жизни. Только представьте, люди десятилетиями жили вдали от дома, ежедневно были вынуждены выполнять тяжелейший труд и при этом никаких зарплат. Казалось бы, все позади, но многие управленцы вкалывают от заката до рассвета, тратят большую часть дня на операционку, постоянно переделывают работу за своих подчиненных. Конечно, зарплату они получают, но о премиях и марже часто приходится только мечтать. Вы же вольные люди, и в ваших руках изменить свое положение. Пройдите программу «Генеральный директор» от Академии Эдюсон, чтобы перестать страдать, вырасти в должности и зарплате в найме или поднять выручку своего бизнеса. Эксперты курса «Практики из России и других стран». За 4 месяца вы научитесь прогнозировать финансы, что поможет избавиться от кассовых разрывов и кредитов, делегировать операционку и формировать команду, которой будете доверять. Проходить лекции можно в удобное время и в любом порядке. Допустим, если у вас сейчас беда с отделом продаж, то первым делом проходите блок управления продажами. Доступ к программе и обновлениям останется у вас навсегда. Чтобы сэкономить время, у вас также сохранятся шаблоны и шпаргалки. Например, сможете по памятке выстроить финмодель или по чек-листу найти способы увеличить прибыль в кризис. Весь курс сейчас можно приобрести со скидкой 70% по промокоду «Однажды» и получить второй на выбор в подарок. Переходите по ссылке в описании и по QR-коду на экране. И поднимайте выручку компании и личный доход. С 1754 года каторжан стали заковывать в ножные кандалы. Делали это еще в Центральной России, а потом гнали заключенных до места каторги в земли сибирские. Омск, Иркутск, Нерчинск и т.д. Чтобы попасть на каторгу, нужно было еще как следует постараться. Мелким хулиганам и воришкам грозило несколько недель пребывания в арестном доме. За более тяжкие преступления полагалась крепость, аналог нынешних исправительных колоний. И только за самые страшные злодеяния человек мог попасть на каторгу. Туда, откуда уже не возвращались. Почему? Об этом расскажу позже. Каторжанин имел две явно выделявших его приметы, какие не имели остальные арестанты. Это кандалы и наполовину обритую голову. Всем каторжанам полагались ножные кандалы, а особо опасным и склонным к побегам еще и ручные. Наполовину обритая голова позволяла безошибочно вычислить беглого арестанта. В пути им подворачивалась возможность бежать, и кое-кто этим пользовался. Беглецов быстро находили именно по прическе. Даже если в бегах он умудрялся побриться на лысо, одна половина головы у него в таком случае всегда была более загорелой, чем другая. Сами каторжники называли процедуру бритья ошельмованием. Бритье головы было отменено только в 1903 году. Этап из европейской части России в Сибирь, где находилось большинство каторжных тюрем, был тяжел и далек. Он занимал от нескольких месяцев до двух лет. Так, например, если осужденный был из Екатеринограда, а его отправляли в Забайкалье, требовалось преодолеть примерно 8 тысяч миль. Конвоирование осуществляли специально созданные команды под управлением офицеров. Численность команд составляла до 30 человек. В свою очередь количество этапируемых заключенных редко превышало 200 человек. Колонну сопровождал обоз, перевозящий имущество и продовольствие. Тут нужно отметить, что изначально каторжан водили пешком, а затем с конца 19-го столетия их стали доставлять морским, речным или железнодорожным транспортом. После прибытия на каторгу, шахту или завод заключенные размещались в построенные при них тюрьмы. Условия содержания там были очень суровыми. Петр Кропоткин, видный деятель анархизма, в своей работе в русских и французских тюрьмах так описывал отношения к заключенным. Решили, что с арестантами надо обращаться самым жестоким образом, а если они не выдержат и будут умирать в больших количествах, беда невелика. С этой целью смотрителями и надзирателями этих тюрем были назначены люди самые жестокие по характеру. В большинстве случаев из отставных военных. Причем арестанты были отданы в полное распоряжение этих деспотов. С приказанием свыше не стесняться размерами и характером наказаний. Подъем Катаржан проводился в 6 утра. В 8 следовал завтрак. Далее заключенные убывали на работы с перерывом на обед. В 18 часов был ужин. Затем проводилась уборка камер, вечерняя поверка, далее сон, на который отводилось до 8 часов. За свой труд Катаржане получали жалование, составлявшее десятую часть от их заработка. Половину из этих средств выдавали на личные нужды. Оставшуюся часть заключенный получал после освобождения. Тяжелые условия труда, суровый климат и плохие бытовые условия сильно подрывали здоровье Катаржан. Частыми были эпидемии, в основном туберкулез. Низкий уровень медицинского обслуживания объяснялся переполненностью камер и плохим обеспечением денежными средствами тюремной системы. В свободное время Катаржанам разрешалось читать книги и переписываться с родными. Заключенные, чаще всего политические, имевшие образование, обучали грамоте своих малограмотных товарищей, что часто поощрялось руководством. Со временем там формировались библиотеки, способствовавшие самообразованию Катаржан. Для многих Сибирь стала своеобразным университетом. Как и любое замкнутое общество, Катарга имела свою строгую иерархию. На самом верху стояли Иваны. Они же Иванцы. Они же родяги. Они же родства непомнящие. Это были профессиональные преступники, рецидивисты, которые оказывались на каторге уже не в первый раз и проводили там большую часть своей жизни. Они, можно сказать, стали прародителями воров в законе XX века. При аресте Ивана никогда не называли своего настоящего имени, в надежде на то, что получат срок не за все свои грехи, а только за тот, на котором их поймали. Удостоверения личности в те времена были не так распространены. Чаще всего они назывались Иванами и выбирали себе какую-нибудь звучную фамилию, типа бриллиантов. Нередко они и вовсе представлялись родства непомнящими и фамилии не имеющими. Журналист Влас Дорошевич, один из известнейших русских фельгетонистов конца XIX-начала XX века, в своей каторге так описывал Иванов. «Иваны — это зло, это язва, это бич нашей каторги, ее деспоты, ее тираны. Ивана, вы отличите сразу, с первого взгляда, лишь только войдете в тюрьму. Лихо заломленный, на ухо сдвинутый картуз, рубашка с кованым шитым воротом, расстегнутый бушлат, халат еле держится на одном плече. Руки непременно в карманах, дерзкий, наглый, вызывающий взгляд, невероятно нахальный, грубый и дерзкий тон». Революционер-народоволец Петр Якубович, сам, несколько лет проведший на каторге и описавший свой опыт в книге «В мире отверженных», свидетельствовал о том же. Бродяги, они же иванцы, царьки в арестантском мире. Они вертят артелью, как хотят, потому что действуют дружно. Они занимают все хлебные и доходные места. Они старосты и подстаросты, повара, хлебопеки и больничные служители. Иваны правили по всем каторгам за исключением лишь нескольких образцовых тюрем. Но к концу XIX века их влияние стало ослабевать. Об этом свидетельствовал власть Дорошевич. Вместе с наступлением лучших для каторги времен наступают плохие времена для иванов. Они постепенно лишаются в глазах каторги своего обаяния. Их ужасная, их тираническая власть при последнем издыхании. Иваны вымирают. В конце XIX века администрация тюрем начала противодействовать иванам и не допускать их на места старост. Со временем бродяг стали ссылать на Сахалин, откуда было трудно сбежать. Так их влияние в сибирских каторжных тюрьмах было подорвано, хотя и не уничтожено до конца. Ниже иванов стояли храпы. Сейчас бы их назвали приблотненные. Им не хватало сил, лидерских качеств или дерзости для того, чтобы занять место иванцов. Но они охотно принимали сторону сильнейшего и шли к нему в услужение. Внутри этой группы существовали небольшие подгруппы, например, поддувалы, аналог современных шестерок. В самом низу каторжной иерархии находилась шпанка, обычные люди, попавшие на каторгу по воле случая и не являющиеся профессиональными преступниками. Сейчас в местах заключения их называют мужики. Шпанку описывали так. «Это те крестьяне, которые пришли за убийство в пьяном виде во время драки на сельском празднике. Это те убийцы, которые совершили преступление от голода или, по крайнему, невежеству. Это жертвы семейных неурядиц. Злосчастные мужья, не умевшие внушить к себе пылкую любовь со стороны жен. Это те, кого задавило обрушившееся несчастье. Кто терпеливо несет свой крест. Кому не хватило силы, смелости или наглости завоевать себе положение в тюрьме. Это люди, которые, отбыв наказание, снова могли бы превратиться в честных, мерных, трудящихся граждан». Иваны и храпы презирали шпанку и смотрели на этих людей свысока, называя их отцахи, взятые на время. Если Иваны ощущали себя чем-то вроде элитного криминального ордена и имели своеобразную солидарность, как и храпы, пытавшиеся прибиться к криминальному миру, то шпанки были разобщены, не ощущали единства и не могли противостоять давлению более дерзких, хотя и малочисленных иванцов. Именно шпанки выполняли самые тяжелые каторжные работы, в то время как Иваны старались занять самые выгодные места. Вопреки распространенным представлениям о криминальном мире, в дореволюционных каторжных тюрьмах за словами следили не слишком строго. Руга нематерные перебранки между каторжанами были в порядке вещей и не приводили к серьезным последствиям. Якубович вспоминал об этом так. «Самая страшная перебранка для них в сущности не что иное, как пустое словопрение, своего рода артистический турнир. За несколько лет моего пребывания в Шилайском руднике не больше двух-трех раз пришлось мне наблюдать потасовки и мордобои, причиной которых были словесные оскорбления». На каторге было только одно бранное слово, за которое могли искалечить и даже зарезать – «кокотка». В буржуазном обществе это барышня легкого поведения, живущая на содержании у мужчин. В тюрьме это мужчина, выполняющий обязанности женщины, так называемый петух. Именно в каторжных тюрьмах сформировался особый жаргон, в то время никому непонятный, никому за исключением самих каторжан, но в настоящее время ставший неотъемлемой частью современного русского языка. Пришить – убить, шишка – начальник, стрелять – просить, фартовый – удачливый, баланда – похлебка и т.д. Вравство у сокамерников на каторге не считалось табу. Как правило, обворованный должен был сам разбираться со своим обидчиком в меру своих сил. Чаще всего обворовывали представителей шпанки, которые не могли за себя постоять и арестантского закона не знали. Коллективному избиению подлежали только незнавшие меры воришки, либо покусившиеся на имущество Иванов. Абсолютным табу было только наушничество – доносы администрации на других каторжан. В лучшем случае, если доносчик просто пожаловался на кого-то, его могли сильно избить. В худшем, если донос существенно навредил каторжанину, доносчика могли убить. На каторге практиковались и гомосексуальные отношения, хотя нельзя сказать, что они были сильно распространены. Иногда в тюрьме был один арестант, оказывавший остальным сексуальные услуги по своему собственному желанию. Как правило, эти заключенные и на воле предпочитали лиц своего пола. Каоткам обычно давали женские имена – Манька, Катька, Танька – и относились к ним с презрением. Вместе с тем они не были неприкасаемыми. Другие каторжане не считали зазорным пользоваться их личными вещами в случае нужды. Русский революционер, большевик и писатель Александр Воронский встретил такого человека во Владимирской пересыльной тюрьме. Его звали Марусей. Он торговал собой, зазывая ночами арестантов под нары. За ласки ему платили гривенниками, махоркой, чаем, сахаром, побоями. Днем он кокетничал. Он по-женски расслабленно вихлял бетрами, заворачивал кверху полушубок, складывал сердечком губы, делал глазки, смотрел в зеркальце немного больше медного пятака, слюнявил нечистую ладонь, чтобы пригладить свалявшиеся войлоком волосы. К нему относились с годливым презрением, но его халатом накрывались многие. А Петр Якубович в своих мемуарах посвятил целую главу появлению на каторге гомосексуалиста по фамилии Шустер. Он явно старался в то же время подделаться к тюремным силачам и воротилам, был перед ними, как говорится у арестантов, хвостом, шутил, заигрывал, и иногда ему удавалось достичь своей цели. Какой-нибудь чащина ли быков расхаживал с ним по двору, фамильярно обнявшись и дружелюбно беседуя. Но проходило несколько минут, и тот же чащин давал своему новому приятелю здоровенный пинок. Шустера презирали. Готовы были гнать, бить, и в то же время под сурдинку добрая половина тюрьмы не считала зазорным участвовать в его позоре. Иногда на мужской каторге появлялись и женщины. Как правило, в составе вольных команд, которые занимались хозяйственным обслуживанием тюрьмы. Такие команды могли набираться из местных жительниц или с ссыльных поселенок. Если ни тех, ни других не было, в вольные команды зачислялись каторжанки из женских тюрем. Посещая мужские тюрьмы, эти женщины почти всегда вступали в отношения с каторжанами. Якубович вспоминал об этом так. Уголовная каторжанка всегда в большинстве случаев и продажная женщина. Скопление огромного количества мужчин при почти полном отсутствии женщин делало то, что в шилайской вольной команде эти пять-шесть каторжанок были в буквальном смысле коммунальными женами. Разврат достигал ужасающих размеров. Бестыдство некоторых из этих мегер, всегда почти пьяных и не боявшихся никаких наказаний, доходило до какого-то кретинизма. Влад Дорошевич так описывал этапирование женщин-каторжанок по морю на Сахалин. Женский трюм превращается в плавучий позорный дом. Это обычное явление и если этого нет, каторжанки даже негодуют. Пароход Ярославль перевозил каторжанок из поста Александровского в пост Корсаковский. Старший офицер, человек в делах службы очень строгий. Ключи от трюма взял к себе и не доверял их даже младшим помощникам. На пароходе ничего не было. И вот когда в Корсаковский каторжанок пересадили на боржу, с боржи посыпалась площадная ругань. Такие сякие, в монахи вам. Баб везли и ничего. Нас из Одессы везли, с нами на пароходе вот что делали. Женщины лишились маленького заработка, на который сильно рассчитывали и сердились. На Сахалине женщин на каторге почти не было. Каждой каторжанке по прибытии на остров предлагали выбор. Стать сожительницей ссыльнопоселенца, то есть бывшего каторжанина, или отправиться в тюрьму. Подавляющее большинство выбирало первый вариант. В других регионах также практиковалась передача каторжанок в пару к поселенцам, но не повсеместно. Существовала еще одна категория женщин – добровольные поселенки. Эти женщины отправились на каторгу вслед за своими бывшими мужьями. Им выделяли землю и даже помогали с инвентарем и средствами для обустройства на новом месте, в относительной близости от тюрьмы. Мужей могли отпускать к ним на встречи, а в некоторых случаях, если они уже отбыли часть наказания, досрочно переводить из каторжной тюрьмы на поселение. Порой для порядка их могли заставить повторно обвенчаться. Политических заключенных на каторге было не очень много, поскольку для попадания в каторжную тюрьму одной политики было мало. Нужно было кого-то убить, грабить банки или магазины, на худой конец держать динамитную мастерскую. Такие люди из числа революционеров считались политическими, и именно они попадали на каторгу. В отличие от СССР, где политические имели меньше прав, чем обычные уголовные и находились под более сильным прессом, в Российской империи политические заключенные были привилегированной прослойкой заключенных. Надзиратели, как правило, обращались к ним на «вы». Политические заключенные редко использовались на каторжных работах. Им разрешалось питаться за свой счет и держать целые тюремные библиотеки. К ним за редчайшим исключением не применялись телесные наказания, окончательно отмененные для прочих каторжников только в самом начале XX века. В некоторых тюрьмах они содержались отдельно от уголовных, а их бараки даже не запирались на ночь. Тем не менее, именно они были главной головной болью тюремщиков. Они готовы были протестовать по любому поводу, например, из-за обращения к ним на «ты», отказывались снимать шапки перед начальством, объявляли голодовки и т.д. До 1905 года в некоторых каторжных тюрьмах, например, Акатуйской, власть де-факто принадлежала политическим заключенным. Дело доходило до того, что некоторых каторжан отпускали погулять на несколько дней под честное слово, а распорядок дня в тюрьме определялся арестантами. После 1905 года начался процесс так называемого «завинчивания гаек», в рамках которого власть повсеместно перешла к администрации и прежних вольностей уже не допускалась. После освобождения бывший каторжанин переводился в категорию «сыльнопоселенцев». Это означало, что он становился свободным человеком, но обязан был жить в отведенной ему губернии, как правило, где-то в Сибири. Уже в момент вынесения приговора каторжанин навсегда вычеркивался из своего прежнего мира. Он лишался всех прав состояния, то есть больше не был приписан ни к одному сословию, а его брак в некоторых случаях автоматически расторгался. «сыльному» давали лес, чтобы он мог построить дом и привезти в него новую жену. Охотников бежать с ссылки было мало, и земля сибирская пополнялась населением, зачастую жестоким, непокорным и изворотливым. Единственной возможностью вернуться домой было личное ходатайство к императору. Глава государства мог смилостивиться над отбывшим срок преступником и разрешить ему вернуться в европейскую часть России, а то и вернуть прежние права. Такой трюк удался начинающему писателю Федору Достоевскому, который не просто вернулся с каторги в Петербург, но и написал о своем опыте книгу. Записки из «Мертвого дома» стали настоящей сенсацией. Это была первая книга о таинственном каторжном мире, который почти не пересекался с обычным. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!